добрый день уважаемые огородники с вами светлана обо всем сегодня мне принесли рассаду клубники я буду ее сажать и покажу вам как я буду это делать здесь у меня понемногу несколько сортов дарселект это самая ранняя клубника мальвина это поздняя клубника но очень крупная клеви этой среднего срока созревания и азия на внешний вид конечно рассада мне не очень нравится ну какой принесли грядку для посадки я готовила еще с того года в том году я посадила сюда на эту грядку чеснок а после сбора чеснока сидираты до посева сидират я в эту грядку внесла супер фосфат у меня грядка 80 сантиметров шириной и 4 метра длиной внесла я 3 столовых ложки просто рассыпала по грядке и хорошо взрыхлила все также грядку я продезинфицировала над уксусной кислотой можно также пролить грядки темным раствором марганцовки или фитоспорином сидираты по краям грядки я скосила и таким образом приготовила лунки для посадки так у нас на юге очень сухо и жарко всегда сажать клубнику я буду вот таких неглубоких канавках в эти лунки можно добавить перегной или перепревший компост а также залу конечно же если почва плотная тяжелая необходимо добавить песок так как клубника растет хорошо на рассыпчатых почвах за три дня до посадки и обильно проливаю лунки для того чтобы почва уплотнилась а также хорошо промокла потому что при высадке рассады в рыхлую почву земля будет оседать будут оголяться корешки оголенные корешки если их не окучить подсохнут и рассада погибнет а также лунки можно пролить еще раз раствором фитоспорина или марганцовки высаживать рассаду клубники можно середины августа и до начала октября все это зависит от регионов в котором вы живете если вы высаживаете клубнику в августе то ее необходимо обязательно затенить например агроволокном следить чтобы почва под клубникой была влажная если необходимо то поливать каждый день клубника укореняется очень быстро где-то за 7-10 дней поэтому за две недели до заморозков можно еще сажать клубнику но ее необходимо будет замульчировать или сеном или соломой или опилками или просто накрыть агроволокном чтобы она зимой не вымерзла рассада перед посадкой необходимо подготовить во первых я обрезаю длину корней длину и оставляю где-то на четыре пальца и конечно обрезаю лишние листья чтобы было меньше испарения воды если вы сажаете клубнику в августе то необходимо отрезать побольше листов оставить всего лишь центральный листик который еще не вырос и один большой листик а если осенью то можно оставить два листа и центральный так как осенью прохладней испарение естественно меньше после того как я рассаду подготовила обрезала длину корней обрезала лишние листья я рассаду поместила на 10 минут в раствор фундазола это от грибковых заболеваний также можно обеззаразить клубнику в таком растворе на 5 литров воды берем пол чайной ложки медного купороса и полторы столовых ложки соли и выдерживаем 15 минут это и от вредителей и от болезней после дезинфекции я свою рассаду замочу в корневине корневин это стимулятор роста корней это для того чтобы моя рассада быстрее укоренилась я беру 1 грамм на 1 литр воды и хорошо перемешиваю до полного растворения каждый сорт я отдельно завязываю чтобы не перепутать и корни рассады помещаю ведро на час полтора чтобы клубника не болела и быстро принялась ее можно подержать медовом растворе час или два это одна чайная ложка меда на 1 литр воды теперь можно делать лунки для клубники лунки для клубники я делаю на 30 сантиметров 20-25 друг от друга но если сорт клубники имеет очень большие пышные кусты тогда можно делать и 35 сантиметров друг от друга можно сажать густо 15 сантиметров друг от друга но это только на первый год как только урожай соберете кустики через один надо удалить чтобы осталось между кустами 30 сантиметров вместо цедират посередине грядки можно посадить лук или чеснок сажать я буду по два кустика каждую лунку перед посадкой в лунку я наливаю воду затем лунку с водой я засыпаю землей и делаю земляную кашу такую земляную жижу сажать клубнику надо по корневую шейку не глубже и не выше в лунке необходимо расправить корешки чтобы они были ровные не согнутые такой же же это легко сделать и проследить чтобы сердечко было на уровне земли если необходимо то подсыпать землей если сердечко немного притопленное и ниже уровня земли то можно аккуратно подтянуть рассаду вверх таким способом приживается даже самая слабенькая рассада полить теперь ее будет надо только через неделю если посадка такая будет конце августа то полить надо будет где-то через дня три но это конечно надо посмотреть самим когда понадобится поливать на следующий день я под каждый кустик подсыпала песка для того чтобы не образовывалась плотной земляной корки чтобы корни могли через неделю я опять пролью раствором корневина и на зиму чтобы клубника не вымерзла замульчирую соломой на этом все кому понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем удачи